Сегодня, 14 октября 2012 года, хинки выбирают мэра. Выборы наичестнейшие и наичистейшие. Погода шепчет, за моей спиной встает рассвет подлинной демократии. В честности и непредвзятости мир подозревал Чуровскую систему выборов и раньше. Но утром 14 октября стало понятно, тут колдует уже не Чуров, а сам Гендальф. На сегодняшний день мы нашли следующее нарушение, которое является довольно-таки неприятным. Дело в том, что кандидат от партии власти, его прелестные фото сегодня вы можете найти очень много где. То есть вот эти фотографии, они висели и вчера, в день тишины. Это его листовки с агитацией «Голосуй за Олега Шахова». Они висят и сейчас. Вот сейчас мы поедем и мы будем обращать ваше внимание на эти нарушения, потому что сегодня агитации быть не должно. И, собственно говоря, вот это является нарушением. Следовательно, сегодня мы будем подавать иск, он у нас сейчас готовится в нашем штабе, и мы этот иск будем подавать в Химкинский городской суд. Информационная доска у обычного жилого дома в Химках. Голосуйте за Олега Шахова. 14 октября выборы главы городского округа Химки. Но это для того, чтобы не забыли. Правда, забыли о законе, что 14 октября все это должно быть убрано. Проехавшись по Химкам, наша съемочная группа воочию убедилась – каждая информационная доска готова лично сняться с места и отправиться в УИК, дабы проголосовать честно и невозмутимо по-чуровски. Рубашка нараспашка, душа ближе к людям. За Шахова. Да, почему? За Шахова. Потому что я посмотрела на него человек, он с людьми был. Работал он со всеми как рабочий, копал землю, сажал и обещал, конечно, много. Но он пришел к развалу, растащили у нас Химки все по кусочкам себе в карман. А я думаю, надеюсь на него, что он все это исправит. Похоже, про закон здесь вообще не знают. Общественные приемные Олега Шахова. В одну из таких приемных мы сейчас и приедем. В приемной господина Шахова нас искренне уважили. Приняли в неприкрытые объятия и обогрели сенсационной информацией. Этот город захватили провокаторы. Наталья, скажите, пожалуйста, как вы прокомментируете тот факт, что вот такая наглядная агитация в день выборов развешена? Провокация. Мы на штаб этим не занимался. Вчера был день тишины, сегодня день выборов, поэтому это точно не наше хокдело. Во всех дворах прямо расклеено. Это провокация. Во всех дворах нужно искать провокаторов? Ну, естественно. Ну, а зачем нам это нужно, скажите? Ну, как, чтобы проголосовали за Олега Шахова. Здесь же все написано, вот голосуйте за Олега. Честные и чистые выборы. Мы соблюдаем законодательство. Делаем все только в соответствии с законом. Поэтому это явное нарушение избирательного права. Наш штаб этим не занимается. А на кого в суд подавать? Ну, выяснять, проводить расследование. В 6 утра раздался звонок по телефону. Я подняла трубку, думала, что-то случилось с моими родственниками. Мне, оказывается, позвонили от Шахова, агитировали за то, чтобы я проголосовала за него. А не представились? Сказали, кто это? А может быть, это провокаторы страшные? Я до конца не дослушала. Даже я была так возмущена. Но я поняла, что меня агитируют за Шахова. И была возмущена тем, что меня разбудили в 6 утра. Они расклеивают и звонят. Звонят и вновь расклеивают. И нет такой силы, чтобы остановило это проклятое нашествие. В день выборов химки прямо-таки кишат провокационной агитацией. И за Белоусова, и за Чирикову, и за Митволя, и за Шахова, и за Мышкина. По нашему вызову приехал товарищ старший лейтенант. Сейчас он все зафиксирует. Я думаю, примет какие-то меры. Угрюмый Старлей предупредил. Снимайте меня со спины, иначе повернусь к вам худшими статьями административного кодекса. Но стенды с агитацией все-таки снял на мобильный телефон. Товарищ капитан, мы очень доброжелательны. На первом же избирательном участке нас встретили более чем радушно. Пригрозили сдать полиции и подать в суд. За то, что снимаем частную жизнь председателя избирательной комиссии. Вы сейчас находитесь на работе. Вы должностное лицо. И мы не вашу частную жизнь снимаем, понимаете? И тем не менее, вы не должны предупредить, что работает камера. Но вы меня не предупреждаете. Мы не должны вас предупреждать, что работает камера. Почему не должны? Потому что вы находитесь в общественном месте. Вы исполняете свои обязанности. Общественные интересы затрагивает. И публичный интерес. Поэтому в данном случае вы являетесь не гражданином, а несете свою должность. И, к сожалению, для вас вас могут снимать. По закону это так. Я, конечно, сожалею об этом. Но мы имеем полное право. Председатель практически замужем за комиссией. И такой интим снимать нельзя. Зато на следующем УИКе все было чисто. Даже наблюдатели не ворчали. Два нарушения. Они заполнены изначально увеличенной формой протоколов. И крайне неудобное помещение для выборов. А выделенные ТИКом. Очень маленькая комната. И места для наблюдателей расположены таким образом, что наблюдать происходящее довольно сложно. Я очень симпатизирую женщине. Чирикова? Да. Нет, вот кто боролся за лес. Чирикова? Чирикова, да. Нет, не Чирикова. Чирикова. Но я не очень уверена, что она вообще пройдет. Евгения Чирикова примчалась к избирательному участку номер 3005. Прошла информация. Здесь все настолько честно, что впору провоцировать. Здесь нашим наблюдателям не дают ознакомиться со списком избирателей. На прошлом участке мы добились через два часа, чтобы нам дали этот список. Оказалось, что начинается 62-й страница, и первый человек там 1112. Вы не имеете права. Наблюдатель может. Дело в том, что мы только что были на участке 3008. Там на протяжении двух часов нам сначала не показывали списки избирателей, и потом оказалось, что они начинаются с 62-й страницы, и первый человек идет под номером 1112. Нас не интересуют данные. Нас интересует, кто первый в этом списке, какая страница. Нас интересует эта информация, все ли здесь идет по закону. Чуть позже сюда же в сопровождении полысевшей от ответственности охраны явилась главная жертва провокаций, близкий к людям землекоп господин Шахов. Друг земли и Ротенбергов был тверд и непреклонен. Без комментариев. Как победитовый стержень. Грязные технологии, конек Кремля. Вдруг начали ломаться Каибы, причем на многих участках. Прямо-таки эпидемия. Стало противно, зато всем. А насчет наглядной незаконной агитации, получается, что все замазаны и ничего не докажешь. А суды-то свои, родные, зрят в корень и плохого не присудят. Провокаций очень много, это правда. Очень много. И ночные. А против меня в основном, потому что я так считаю, что вместо того, чтобы делать доброе дело, пытаются играть на провокации. 14 октября выборы проходят практически по всей стране. И можно не сомневаться в том, что дело Чурова будет жить и процветать, как процветает оно сегодня в подмосковных Химках. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, телеканал Политвестник ТВ.